Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Я сегодня в огромном таком широколистенном лесу. Для грибников Воронежской области это Подгоренский район. Лес называется Гарус. Я здесь всего лишь третий раз. Первый раз был в прошлом году, поздней осенью. Наверное или конец октября, или начало ноября было. Второй раз был. Вот недавнее у меня видео было. Дубовый вот этот подберезовик или обабок чернеющий я нашел здесь. Точнее не я, а Виталик. С Виталиком мы здесь были. В общем-то оба раза здесь попадались интересные грибы. Какие-то вообще только здесь попадались мне. То есть медовые опята осенние попадались. Армилария, Амелия, опенок осенний настоящий. Абабок чернеющий. Остальные грибы... А, да, сыроежка чешуйчатая. Остальные грибы мне попадались и в других, в общем-то, лесах. Сегодня 27 июля 2022 года. Еще раз повторюсь, для грибников Воронежской области это Подгоринский район. И в этот раз я в этот лес заехал со стороны Верхнего Карабута. Село здесь такое. Первые грибы встретились. Это говорушка ворончатая. Сейчас я вам ее покажу поближе. Вот, смотрите. Гриб может расти как в лиственных, так и в хвойных лесах. В любых типах лесов. Я, в общем-то, в прошлом году так ее и находил. В сосновых барах, в лиственных лесах. Я не знаю почему, но во многих статьях не написано о том, что у нее бывают и розоватые оттенки. Она и охристых, и розоватых, таких светло-розовых оттенков бывает. Говорушка ворончатая. Клитосиби гибба, по-моему, так правильно она называется на латыни. Гриб абсолютно съедобен. Единственное, что, конечно, есть опасность только по незнанию спутать ее с какими-нибудь ядовитыми голорушками, на которые она и не похожа. Единственное сходство ее, это нисходящие на ножку пластинки. Ну и сама ножка не особо-то толстая, тоненькая. Мне ее в этом году несколько раз уже на распознавание высылали. А я вот впервые в этом году ее нашел. В прошлом году. В прошлом году попадалась она как-то чаще. Ножка напиталась водой, такая водянистая. Сейчас я вдоль вам разрежу гриб этот. Покажу в разрезе. Итак, посмотрите. Вот в ножке у нее имеется полость. Я разрезал вдоль. Вот так вот положить. Вот так поднастроил. Я думаю, хорошо видно полость на разрезе. Такая полость небольшая такая, совсем очень маленькая. Такой вот гриб. На запах такой приятный грибной аромат у нее. Как их готовить. В принципе, я ее только жарил. Если кто-то как-то готовил по-другому, напишите в комментариях. Больше никак я ее не пробовал. Вот я вам разрезал вторую. У нее в ножке полость еще не начала образовываться. Внутри такая ватная мякоть, которая все равно потом сделает ножку полой. Наверное, будут же вопросы. Варил я перед готовкой говорушку ворончатую? Нет, не варил. Встретился маховик. Интересно, какой он, что за вид. Ух ты. Он не червивый. Сейчас посмотрим, как цвет меняет. Он такой прям сине-зеленый становится. Это маховик. Маховик зеленый, похоже. Сейчас он через время и вот здесь тоже на срезе мякоть изменится. Сине-зеленый станет. Потрескался, как маховик. И не червивый. Что хорошо. А вот смотрите, какой маховик с бархатистой шляпкой растет. Он, конечно, маленький. Интереса не представляет пока что. Интерес только в том, какой вид маховика. Цвет не меняется. Ну, такой, не, буроватый сейчас. Такой буроватый цвет в срезе. Дальше кромсать я его не хочу. Жалко. Оставим его пока неопределенным. Какой вид. Скорее всего, зеленый. Тоже. Встретился ложно-дождевик. Я думаю, что это ложно-дождевик бородавчатый. У него вот тут, посмотрите, такое, как отросток такой. Это даже ножкой, конечно, назвать нельзя. Вот он созрел уже. Споры. Смотрите, как летят. Вот еще один. А вот второй. Ложно-дождевик бородавчатый. Он несъедобным считается. Встретилась первая печеночница моя в этом году. Пистулина хипатика. Съедобный гриб. Гриб-паразит. Это такой крутовик. Готовить ее можно без предварительного отваривания. Грибы, которые постарше, они очень кислые. Молодые грибы не сильно кислые. У них присутствует какое-то вещество. Вот это вот кислота. Из-за чего они не бывают червиеми. Пока молодые. Старые, да. Старые их потом съедают. Черви какие-то. Гриб однолетний. Первую печеночницу молодую, мелкую, когда я нахожу в лесу, я съедаю прям так в свежем виде. С сырым грибом. Нужно показать вам, какая у нее мякоть на срезе. Мраморная. Как раз я обрезал древесные включения все, какие были у нее. Смотрите, какая мякоть. Такая вот красивая мраморная мякоть. В этом грибе, как и в лисичке, присутствуют какие-то вещества против гельминтов. Так что можно в свежем виде есть гриб. В прошлом году первую печеночницу я встретил 11 июля. Этот год 27 июля. Хотя она уже была, мне присылали фото в телеграмм. Находили уже в Рассашанском районе. Встретился, друзья, полипорос клубненосный. Его иногда путают с тротовиком чешуйчатым. У него такая вот, смотрите, ножка центральная. Трубочки прямо аж на ножку не сходят. Такие крупные поры чешуйки. Вот из-за чешуек его путают с тротовиком чешуйчатым. Так вот его вырвать, чтобы для вас показать. Да. такая вот центральная ножка у него расположена всегда по центру шляпки. Бывают немножко так, как и боковидные. Но в основном центральная с таким вот, смотрите, углубление по центру шляпки. Такая как воронка что ли. Полипорос клубненосный. Он размерами меньше, чем тротовик чешуйчатый. Такой вот грибочек. Чуть не забыл сказать, полипорос клубненосный, как и тротовик чешуйчатый, считается условно съедобным грибом, но в отличие от чешуйчатого тротовика, этот тротовик я никогда не пробовал. Но вообще, если перепутаете, то как бы, ну это не критично на самом-то деле. Вы не отравитесь. Вот, смотрите, тут такое место. Пни кругом. Вырубка была тут. Здесь какие-то мецены выросли. Не знаю, какого вида. И вот печеночница. Смотрите, какая красивая, крово-красная. Вот это уже в корзинку пойдет. Первую я съел. отрывать смысла нет. древесные останки все равно будут лучше обрезать. Смотрите, гименофор какой. Вот этот вот такой, как желе, слой сверху. Его обычно все снимают, в том числе и я. А остальную часть гриба готовят. вот такой он слой. Небольшой такой получается. А вот, друзья, зонтик пестрый. Причем такого молодого вида. Ух ты, что это? Гремит? Блин. Такого вида, который как раз многие грибники любят называть барабанные палочки. прикроем. Зонтик пестрый. Ножка полая, волокнистая, жесткая. Вот так вот раз надавить расщепляется. Ну, ножка мне не нужна. Саму шляпку только забрать. А вот, друзья, встретился кем-то объеденный полубелый. Смотрите. Или желтый боровик по-другому. Вообще, кому как нравится. Мне нравится его называть желтым боровиком. Червивый. Тут дальше прямо по курсу маховики. Смотрите. Вот парочка красавцев. И вот. Интересно. Ох. маховик зеленый. Я думаю. Да. Сине-зеленые становятся поры трубочки понадавливать. Так. Вот этот червивый. можно обрезать. эти два. Сначала сфотографировать. Молоденький. Чистый. И вот этот. Этот червивый. Можно обрезать. чуть-чуть червями побитый. Так. Хорошо. пройтись по этому месту. балетовые стрельнули. Встретились друзья Валуи. Вот один. Вот там он. Еще семья Валуев. Брать я их не буду. Они тут все с раскрывшимися шляпками уже. Не молодые. Один молоденький мне попадался. Ну я его опять же не взял. Смысл в нем одном. Зачем его брать. Так что так. Встретился тротовик термицез белоснежный. Он однолетний. Его вот такой встретишь на ощупь мягкий такой нежный. Кажется как будто что-то съедобное. Вот молоденький. Но он считается несъедобным. красивый. Красивый гриб. Встретился грусть красно-коричневый молочай или подоречник по-другому. Я его давно хотел пособирать засолить. Но он пока один. Его можно солить в течение трех суток и готов. Млечный сок у него не горький. Да и сам он не горький. Три дня как сыроежки посолить и есть можно. Съедобный гриб. Да кстати еще маховик я нашел. Думал червивый не стал снимать. Решил проверить вот он зеленый маховик. А он вон не червивый большой на жареху. В принципе и молочай можно на жареху отправить если он один будет. Встретился вот еще один молочай. какая-то на ноге плесень много я обрежу сейчас. Так вот заберем интересно уже два и встретилась аурикулярия извилистая в таком более менее свежем виде но я ее брать не буду пока это на позднюю осень на зиму можно будет пособирать их. Встретилась калибия лесолюбивая у нее такая вот волокнистая ножка на ощупь полая частые пластинки светлые такая она желтоватая христово оттенка шляпка пара грибов считается условно съедобным вообще съедобен гриб мне на сегодня не первый раз попадается но я что-то не хотел брать все что-нибудь другое найти думал возьму возьму уж теперь калибию мало грибов пока попадается ну пускай идет в корзину сегодня вот такой разнобой и вроде немного но много разных и зонтик пестрый маленький маховик зеленый грусть красно-коричневый говорушка ворончатая калибия лесолюбивая и печеночница да посмотрим может еще что-то будет вроде тучи ветром раздуло не гремит пока не буду я из леса сбегать еще похожу вот друзья смотрите это уже кое-что получше зонтик пестрый уже большой крупненький надо сделать фото забираем шляпу красота смотрите ножка с чешуйками такими змеиный рисунок такое кольцо не приросшее оно бывает ну так немножко подплюсохшее надо сорвать вот оно кольцо зонтик пестрый съедобный гриб можно не варить прям так на сковородку кидать и вон они зонты я чуть прошел вот зонтик пестрый калибия лесолюбивая тут же рядом вот зонтик а вот это каково зонтик этот там их два вида есть зонтик конрада и есть зонтик сосевидный и он тоже тоже конрада там в микологии оба они конрада один сосевидный другой другой нет хотя блин у каждого бугорок такой на сосок похожий вот это думаю зонтик их даже непонятно то ли ну да это зонтик конрада вот он второй берем такой звездочкой разрывается вот это вот чешуйки получается такой вот кожица звездочками тоже съедобный гриб тоже из этих из макролепиот как зонтик пестрый тоже макролепиота здесь должно быть значит их побольше может найду так аж с дыркой получилось отломить в шляпе и вот тот это вот зонтик пестрый другой вид совершенно кажется так сначала смотришь как будто зонтики ведьминым кругом выросли выросли так кругом как будто кажется но это разные два вида разных вон смотрите как раскинулся зонтик пестрый такой большой только он и может быть огромных размеров да ух ты какой красавец вкуснятина вкуснятина у него запах такой ореховый знаете я его никогда не отвариваю он очень вкусный очень пахнет такой запах у него приятный зонтик корзина поставил чтобы на фоне корзины вы увидели какой он большой вот так вот эту шляпку поломаю красота видно что не червивый чистенький таких штук 10 найти и все полная корзина будет зонтик пестрый можно жарить можно тушить с овощами а можно можно сушить суп варить потом можно ножки брать сушить молоть и добавлять в виде приправы с таким такой грибной навар будет запах от них но я не беру у меня сушеных грибов всяких хватает поэтому это просто будет лишнее дрожжалка оранжевая интересно 27 июля я в июле никогда в июле никогда не встречал дрожжалку оранжевую вообще летом летом не встречал гриб гриб съедобен можно есть в свежем виде съедобен полезен иммуномодулятор а я еще пару зонтиков нашел в корзину закинул не снимал может еще что-то будет встретился бугласопорус дубовый или по-другому пептопорус дубовый как раньше он был дело в том что он был в роду пептопорус потом его микологи переместили в род бугласопорус а пептопорус остался его синонимом поэтому и пептопорус дубовый и бугласопорус дубовый в общем-то одно и то же часто этот кортовик путают с печеночницей с такой вот выцветшей вот печеночница думают это выцветшая печеночница вот не бывает печеночницы такого цвета молодая печеночница вот такого бывает цвета вот здесь у основания а постарше вот такой желатинистый слой крово-красный появляется даже гимминофор смотрите такой у него печеночница бугласопорус даже гимминофор разных оттенков такой розоватый печеночница у бугласопоруса белый и он вот бугласопорус он несъедобный он не ядовит он просто несъедобен не путайте не путайте друзья с печеночницей растет тоже на дубах встретился бальбитус золотистый на ветке смотрите у него ножка под цвет шляпки бывает посветлее она такая тоже с золотистым с золотистым оттенком он там несъедобен просто несъедобен не ядовит ничего вот такое на ветке вот вырос светлые пластинки как бы вот так вот видно да вроде видно должно быть не хочется его ломать пускай растет дальше красивый гриб встретился друзья тротовик серно-желтый вроде с виду так и кажется такой он вроде свежий вот тут вот сверху суховат вот этот вот нежный снизу да вот нижний ярус можно забрать а верхний не верхний верхний брать не буду вот это прям они вот прям нежные мягкие вот тротовик серно-желтый стимулирует выделение желчи в желчном пузыре у кого если желчекаменная болезнь то потреблять его с особой осторожностью желательно в небольших количествах ну или лучше вообще не есть а так он наоборот очень полезен для профилактики для профилактики желчекаменной болезни чтобы желчь циркулировала в зыре в желчном да вот у кого в семье родственники есть с таким заболеванием то лучше вам вот как раз его употреблять этот гриб тротовик серно-желтый ТСЖ часто его называют в интернете многие люди не понимают спрашивают что такое ТСЖ тротовик серно-желтый просто сокращенно встретилась ксирула корневая ее используют в Азии для лечения гипертонии вот гриб абсолютно съедобен думал взять но вот смотрите червивый вкус запах нейтральный я уже рассказывал много раз я думаю многим и неинтересно будет еще раз услышать широкие пластинки редкие вот такой гриб морщинистая шляпка растет на древесине лиственных пород деревьев обычно где-то с июня до октября можно встретить в июне прям массово даже в конце мая бывают часто растет на корнях деревьев из-за чего две трети ножки в почве может находиться такой такой вот гриб червивый да попался ножка вот жестковатая хрупкая тонкая они попадаются вообще бывают огромные такой вот друзья итог зонтик пестрый взял зонтик да кстати вот зонтик Конрада или зонтик сосевидный часто бывают такие статьи в одних он позиционируется как зонтик Конрада макролепиода кон макролепиода Конради в других статьях как зонтик сосевидный макролепиода маста идея но это один и тот же вид зонтик сосевидный либо зонтик Конрада трутовик серно-желтый печеночница подоречник или молочай грусть красно-коричневый парочка попалась было что-то говорушка ворончатая калибия лесолюбивая где-то где-то вон она снизу ну они разных оттенков попадались и потемнее и посветлее всякие были вот тоже она же ксирула корневая попалась одна хорошая не червивая маховики маховик зеленый там там он там снизу такой вот друзья итог да был полубелый один червивый весь полностью попался маховик грибы вот вы сами видели были маховики маленькие и большие вот где-то уже где повлажнее большие где было повыше по суше после дождей полезли маленькие думаю на следующей неделе грибов будет намного больше всем удачной тихой охоты пока маховик тихой 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok